Чёрный декабрь Чёрный декабрь Чёрный декабрь Чёрный декабрь Чёрный декабрь Немножко поправить, что в эти же дни были расстреляны и крымские цыгане. Только в Симферополе 6 декабря было казнено более 1700 крымских цыган. И они были собраны здесь рядышком, на студенческой 13. Это бывшее здание Талмуд Торы. Это на сегодняшний день факультет физического воспитания нашего университета. И здесь во дворе они были собраны. И 6 декабря они были отвезены тоже на тот же 10-й километр. И там расстреляны. На территории того телецентра, в котором мы находимся, располагалась тюрьма СД. Она была как раз напротив этого здания, которое находится, напротив студенческого. Это была тюрьма СД. И здесь людей пытали, убивали, казнили до самого конца оккупации Крыма. И армия не только отдала приказ, она выделила машины, топливо, охрану, чтобы был решен еврейский вопрос, и было специальное распоряжение Манштейна о том, чтобы был решен еврейский вопрос до христианского Рождества, до 25 декабря. То есть ставили сроки. Ян Выридович, ну вот действительно на тот момент... До католического. До католического. Вот сами евреи приходили, да, безусловно, была регистрация, и вариантов не было. Но тем не менее немцы где-то даже хитрость использовали, и они обещали работу в Германию, мол, вывезем, там будет хорошо. Вы знаете, вот очень характерно, это показано в фильме «Собибор». Если вы его смотрели, то вот вначале там показано, как евреи собираются, как они обещают работу, кто сапожник, кто еще кто-то, кто может что-то шить, понимаете. И то же самое было здесь. Евреи брали свой скарб, и не только евреи. Брали крымчаки, брали скарб, они вместе с этим выходили. Понимаете, и в итоге они с надеждой умирает последний, они шли. Даже в объявлениях было написано взять с собой вещи насильные на 3-5 дней, продукты. И им говорили, что вот сюда доходили слухи о том, что произошло с евреями в Киеве. Немцы стали рассказывать, что это все самочинность тех немецких офицеров, которые были в Киеве, и они были наказаны. Здесь такого не будет. Это речет об Абимьяре. Илья Анатольевич, ну вот, например, караимов не трогали, да? Они смогли доказать, что не являются иудеями. Может, караимы не считают себя евреями? Но насколько я знаю, евреи караимов соотносят с собой, и в Израиле их активно принимают. Я вот слышал, что еврейское общество расценивает удачную попытку караимов вот все-таки избежать этой гибели, как своего рода, может, даже где-то предательство. Так ли это? Ну, вы знаете, мы живем сегодня вот в этом обществе совсем вместе. И вот в Крыму у нас как бы отношения со всеми нормальные. Но если мы посмотрим историю, и вот сегодня с одним из наших поставленных товарищей, когда мы были на 10-м километре, мы этот вопрос обсуждали. Что действительно, как это было в те годы, и почему караимы, так сказать, они пользовались определенными льготами, скажем так. То есть не было этого. Но я вам хочу сказать, что, в принципе, любой народ, он, в общем-то, страдал. Ну, и знаете, вот если евреи считают караимов в большей степени иудеями, то сами караимы не все не считают себя не иудеями. Но если вы зайдете в караимские кенасы, которые находятся в Эппатории, вы видите, на каких языках там все написано. Это и кюрский, и это в основном язык наш. И когда немцы решали вопрос по караимам, они запросили еврейских ученых, в том числе Дубнова, крупного историка, Банабана. И те понимали, для каких целей это их запрашивает. И они сделали заключение для немцев, что караимы не являются иудеями. Хорошо, а вот крымчаки, они канонические иудеи, да? Они ревенистические. Да, но этнически они не евреи. Почему вот они не смогли использовать такой опыт? Или, по сути, Холокост был не против евреев, а против иудеев как таковых? Нет, но крымчаков вопрос с их этническим происхождением намного сложнее. Если смотреть по их фамилиям и происхождениям, то это евреи, которые переселились в Испании, с Алжира, там, из Голландии, у них такие Анжела, Пиастра, Львии, с Кавказа. И вот образовалась такая этническая группа, которая была смесь всех, кто исповедовал иудаизм, и евреев, которые появлялись здесь. И вот появилась такая этническая группа крымчаки. Поэтому сказать, что в этническом происхождении они не евреи, тоже сложно. Ян Борисович, ну вот... Я хочу сказать, что, извините, да. Да, прошу. Когда уничтожали, вы знаете, вот в этот период, когда был 41-й год, и когда уничтожали евреев и крымчаков, то из 100% крымчаков на тот момент было уничтожено 80%. То есть их расстреливали по полной программе. Да, тоже читал именно эти цифры. Сегодня особенно готовился к эфиру. И, честно говоря, серьезный осадок оставили эти события. Но вот наткнулся на ту информацию, что вот было и сотрудничество евреев с нацистами. Да, особенно немецким евреев. Их где-то заставляли, где-то что-то обещали, если они будут воевать на восточном фронте против коммунной крови. Извините, это какая-то неправдивая информация. Абсолютно ложная информация. Ложная информация. Такого не было. Нет, просто в Германии невозможно было, потому что по Нюрнбергским законам, те, кто даже имели четвертую часть еврейской крови, не могли служить ни в армии, не имели права служить. Борис Ильич, ну вот Адольф Эйхман, слышали о таком? Адольф Эйхман никакого отношения к ним нет. Это чисто немецкая фамилия. Абсолютно. Чисто немецкая фамилия. Борман, вы сможете тоже сказать, что Борман, Эйхман и так далее. Но это чисто немецкая фамилия. И я вам хочу сказать, что первое, когда 33-й год и 38-й год и 42-й год, январь месяц, это годы, когда 38-й начало практически считается, начало Холокоста, это 9-е января, простите, ноября, с 9-го на 10-е ноября. Это знаменитая хрустальная ночь или ночь разбитых витрин. Господа, ну я хочу, во-первых, сказать, что если вдруг какая-то неточность измывалась, я извиняюсь. Но вот в любом случае я бы хотел продолжить тему Эйхмана, касательно того, что человека в 61-м году, если я не ошибаюсь, его уже нашли тогда, да? Да. В 61-м году Израиль, да, по-моему, провел рацию. Да, 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 в Аргентине. Привез его, судил и казнил. Вот, хотя прошло практически два десятка лет. Вот, на ваш взгляд, у таких преступлений существует срок давности? Я думаю, что они существуют. Это преступление, однозначно, это была принятая Организация Объединенных Наций, что это преступления, которые не имеют срока давности. И вы знаете, вот, когда рассматривался вопрос о принятии Организации Объединенных Наций Международного дня памяти жертв Холокоста, это 27 января, который совпадает с Днем освобождения Аушвитца-Беркинау, Освенцима, и когда рассматривался на Организации Объединенных Наций, это там тоже было принято в этом постановлении о том, что срок, вот эти фашистские преступления не имеют срока давности. И посмотрите, что сегодня происходит. Вот Деменюка в 90 с лишним лет, сейчас еще, вот буквально недавно, был арестован человек, которому не человек, который был фашист, и который был тоже в этих лагерях за 90 лет. Понимаете, есть еще такие единицы, и понимаете, возраст у них уже такой очень большой, но они сегодня, к сожалению, еще единицы эти остались. Но вот абсолютно справедливо, что после окончания войны многие люди, многие народы, евреи, наверное, в особенности, они испытывали какое-то необходимое чувство, вот, наверное, справедливости, мести, да, где-то. Вот если говорить о Симоне Визентале, да, все мы его знаем, даже феномен такой есть, да, человек, который, по сути, посвятил, можно сказать, свою жизнь поиску фашистских преступников. Но зачастую были случаи, когда перепутали, огульно обвинили. Но в этом случае правильно ли это было, когда человек, не какая-то организация, да, не общество, не администрация, а даже не разведка, да, а просто вот обычный человек, личность, он занимается поиском, ну и зачастую уничтожением фашистских преступников. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что то, что занимается человек, краеведа, и кто-то занимается поиском фашистских преступников, это, слава богу, это очень хорошо. Но я считаю, что уничтожать и принимать решение в любом случае должен суд. Потому что суд может вынести конкретное решение по любому человеку. То есть, на месте все-таки справедливый суд? Ну, я считаю, что должен быть суд. Центр Возенталя никого не казнил. Нет, нет, я не... Нет, нет, речь задал другой вопрос по поводу того, может ли любой человек, который нашел какого-то преступника, я считаю... Нет, то есть, после войны это были такие случаи? Вы знаете, вот вы сейчас задали вопрос по поводу Центра Возенталя, по поводу того, как находят преступников. И вот, когда мы говорим о Нюрнбергском процессе, а вот мы в течение последних лет совместно с Институтом, Юридическим институтом Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводим целую серию мероприятий. Вот в этом году проводили в Ялте, в Артеке и при поддержке Государственного совета Республики Крым. И вы знаете, когда вот изучаясь материалы Нюрнбергского процесса, то очень многие люди, которые были... Не люди, а фашисты, простите. Они не попали под это. Они не получили то наказание, которое должны были бы получить. Понимаете, некоторые через какое-то время вышли, некоторые даже занимались каким-то определенным бизнесом. Это мы знаем и в Бразилии, и в Латинской Америке, кто там находился. Поэтому считаю, что суд в любом случае должен быть, он должен быть справедливым, потому что историю остановить и нельзя. Кроме того, наказание, такого наказания, когда уничтожали миллионы людей, миллионы людей. Вы знаете, что мы уже с вами говорили о том, что было принято решение в январе месяца 42-го года, знаменитой ванзейской конференции, где были высшие чины рейха, и принимали, рассматривался вопрос об окончательном решении еврейского вопроса. То есть, что это значит? Это значит полное уничтожение. И на тот момент в мире было более 11 миллионов евреев. И мы знаем, что по окончании Великой Отечественной войны или Мировой войны, потому что она охватила весь мир, для нас была Отечественная война, было уничтожено более 6,5 миллионов евреев. То есть, более 50%. Ну вот, Ян Викторович, Израиль запрещает отрицать Холокост, да? Но в этом случае, чем он отличается от Украины, которая запрещает отрицать Голодомор? А вы знаете, я отвечу вам. Значит, дело в том, что не только Израиль запрещает... Нет, нет, я сейчас говорю не о, в принципе, не о признании факта, да? Я говорю о возможности дискутировать на эту тему. Потому что вот есть ученые, которые говорят, что было не 6 миллионов евреев погибших, а, допустим, миллион. Значит, только полтора миллиона евреев было уничтожено в лагере Освенцев. Вот я и говорю, вот такие дискуссии, они нужны, в принципе? Они обязательно нужны, потому что без дискуссий мы не найдем правду. Израиль при Израиле запрещает именно такие дискуссии. Они вообще... Факт, то, что уничтожались евреи по Холокосту, это что? Это уничтожение по национальному признаку. Именно отрицание этого пункта, именно это запрещено израильским законом, а не что-то другое. А другие вопросы, там, количество, так или иначе происходило, это вопросы всегда, которые обсуждаются учеными, в том числе и в Израиле. Борис Георгиевич, почему я сравнил, да, допустим, с Украиной и Голодомором, да, потому что, допустим, евреи стали, наверное, самой громкой жертвой вот этого разгула национал-экстремизма, да. Украина, Голодомор, да, никто не отрицает, что, в принципе, был факт голода на тот момент в Советском Союзе, но это касалось, наверное, всех народов. Таким образом, шел путь... Это был не только в Украине, это был... Это был путь индустриализации. В том числе и на Украине пытаются обвинить евреев, в Голодоморе. Евреев. Но, господа, Ян Гриевич, вот Порошенко, ходят слухи, что он тоже еврей. Ну, вы знаете, Вайцман, да, значит, и не только он, но я... Такой фамилии Вайцман у евреев нет. Вайцман, нет, ну, значит, дело в том, что, возьмите Гройсман, Гройсман, который премьер-министр... Ну, Коломойские, другие украинские олигархи, евреи, которые, по сути, поддерживают украинский национализм, да? Вы знаете, я... Это ли не проявление двойной морали? Это двойные стандарты, да, как говорят, двойные стандарты, двойная мораль. Вот, я хочу сказать, привести еще один пример. Вот, буквально несколько дней назад, это было на прошлой неделе, когда на заседании Верховной Рады Украины был принят... Вернее, просматривался закон, был внесен закон по поводу того, чтобы восстановить звание героев Украины Шухевичу и Бандери, то есть тем, кто уничтожал евреев, тем, кто уничтожал их не только в Украине. И я вам хочу сказать, что киевские евреи, они выступили с тем, что это является отрицанием Холокоста, по сути. Да, и покойный президент Израиля Перес передал тогдашнему президенту Украины Ющенко документы. Тогда это было еще. Да, тогда это еще, когда он принимал решение присвоения звания героя Украины Шухевич, он передал документы, которые имеются в Израиле, что Шухевич принимал участие в уничтожении евреев. Ну вот, я сейчас хочу поговорить, в принципе, в таком случае о политике Израиля, который где-то под эгидой Запада и где-то вынужден, допустим, под давлением тех же Соединенных Штатов, где-то в большей степени лояльно относиться и к украинскому вопросу. Ну, по крайней мере, Крым так уж точно они не признают, да? Ну, вы знаете, я, в общем-то, достаточно много общаюсь с израильтянами по целому ряду причин. Вы знаете, что я здесь был и консул Израиля, почетный консул, и приезжал сюда Шимон Перес, который меня назначал и давал мне патент. И израильтяне многие относятся по-разному. Просто сложилась такая ситуация, что, учитывая, что Америка их очень сегодня очень поддерживает, то они ведут такую политику с Украиной, но они при этом дружат и с Россией, несмотря на те события, которые произошли, вы знаете, в последнее время. Но Нетаньяху поддерживает отношения с нашим президентом, Бениамин Нетаньяху. Проводятся определенные работы. Я вам хочу сказать, что вот буквально несколько дней назад поехал один из наших коллег, один из проекторов Севастопольского вуза, и ему обеспечили сейчас встречи и в одном институте, и в Кнессете, и так далее. То есть мы как бы имеем к этому отношение, ну, пока не называю определенным, по определенным причинам фамилии, но это имеет быть, и они принимают, и они общаются. Вот. Несмотря на то, что, но при этом Израиль не голосовал за санкции против России, вы это знаете. Вот. Поэтому мы все-таки надеемся, что я очень в это верю, что отношения как-то постепенно наладятся. Борис Геннадьевич, я бы хотел вернуться в историческую плоскость, и говорят, что вот какие-то антисемитические настроения, антисемитические настроения появились в Крыму еще до Великой Отечественной войны, на примере вот проекта Новая Калифорния. Слышали о нем? Да. Когда, по сути, Крым должен был быть освобожден от других народов, и здесь... Не совсем это правда. Это миф. Насчет такого проекта? Да. Проект этот был. Ну, проект, да. Проект освобождения от других народов. Буквально несколько месяцев. Но не было фразы освобождения от других народов. Был проект о создании... Во-первых... По сути, еврейского государства. Нет. Автономии государства. Нет, было автономных образований на территории Северного Крыма. Но вот на тот момент, по сути, Крым мог бы стать вторым, первым, первым Израилем, да? И тогда бы, например, у нынешнего Израиля такового не было бы проблем США. Одним из организаторов этого проекта был наш крымчанин, Юрий Варин. И второе, что это было создание еврейских колхозов в Северном Крыму. Они функционировали, по сути. Они функционировали, но крымское правительство делало все возможное, чтобы их не создавало. Я к чему веду. Вот действительно ли это заявление о том, что антисемитские настроения могли появиться из-за такого факта, из-за создания еврейских... Нет, антисемитские настроения были в Крыму и до революции. Были еврейские погромы в 1905 году. В городе Симферополе погибло более 47 человек. Это даже и Караимы, если вспомнить Евпаторию. И Малельные Эпштейны, в которые прятались. Помните эту историю? Да, и в Фердосе вообще несколько человек загнали в одно здание и подожгли их живьем. Ну, и в Керчи погибло тоже. Во время гражданской войны были еврейские погромы в Крыму. Немцы, которые были на тот момент, и Деникинцы, им силой пришлось приостанавливать эти погромы. А то бы они приняли жуткий размер в Крыму. И здесь вот хотелось бы провести сразу параллель. Вот может ли нынешнее положение дел в Украине привести к подобного рода новой этнической трагедии? Ну, они могут привести везде. Потому что мифы, которые есть, в том числе и об евреях. Вот тот же миф, что вроде бы в Крыму их пытались создать еврейскую республику, что пытались выгнать. Они же живы. Впервые этот миф появился... Хотите, я вам расскажу, у кого? Он появился в газете «Голос Крыма» за 1942 год. Он так и назывался статья в газете «Голос Крыма». Еврейская республика Крыму. Самое удивительное, что текст этой статьи потом перекочевал в обвинительное заключение, часть этого текста, из статьи. То есть, во время оккупации появилась эта статья? Это очевидный ход в таком случае. Но самое удивительное, что когда вы судили еврейский антифашистский комитет, их обвиняли в создании еврейской республики, что они пытались создать в Крыму еврейскую республику. Эту статью использовали? Эту статью использовали. Прямо цитаты из этой статьи появились в обвинительном заключении. Ян Борисович, если говорить, я все-таки параллели веду уже современности, если говорить о той же Украине, о положении дел, которое происходит там, вы говорите, что активно общаетесь с евреями, которые проживают в различных странах, уверен, что в Украине вот что говорят представители еврейского сообщества. Знаете, я вам хочу сказать, что не все представители еврейского сообщества, но есть некоторые, например, руководители Украинского еврейского комитета, нынешнего, такой Эдуард Долинский, он каждый день практически пишет статьи о том, что в Фейсбуке он их публикует, о том, что происходит сегодня в Украине, об институте Ветровича, институте памяти, о том, что происходит в Тернополе, о том, что происходит в Виннице, когда на еврейских кладбищах пытаются поставить памятники Шухевичу, когда пытались возле Бави-Вояра поставить памятник Алине-Теллиге. То есть происходит сегодня очень-очень много, когда расписывают эти памятники, когда разрисовывают их. Но я вам хочу сказать, что происходит сегодня не только в Украине, что происходит сегодня в целом в мире. Посмотрите, что сегодня происходит во Франции. Я общался, я уже неоднократно об этом говорил с раввином, одним из раввинов французских, и он из Парижа на юг Франции переехал огромное, более 1200 семей. Это было в прошлом году еще в еврейских, потому что с учетом тех мигрантов, которые сегодня появляются на территории европейских государств, антисемитизм возрастает. Вы же помните и типография разбитая, сколько было всего касающегося роста антисемитизма. И однократно я уже говорил по поводу даже выступления госпожи Меркель, которая сказала, что она не помнит такого роста антисемитизма с времен Великой Отечественной войны, мировой войны. Вот, поэтому единственное, что вот сегодня признано, что два государства, которые сегодня и те, значит, в котором и память Холокоста поднимается, и живет, и самая наименьшая роль, не роль, а, ну, как бы, количество, если можно так сказать, антисемитизма, это Россия и Израиль. И что очень важно, что, вот мы сегодня с вами сказали по поводу законов, которые принимаются в Украине на государственном уровне, то Россия, вы понимаете, антисемитизм бытовой, он всегда существовал, был, есть, он все равно будет всегда, потому что, знаете, и к евреям, и к татарам, и к русскими, и к украинцам, всегда какие-то... Взаимоотношения обычных людей. Это обычная, самая простая, но самое главное, в России нет государственного антисемитизма, и я вам хочу сказать, что мы с этим столкнулись за эти годы последние очень и очень хорошо, как нас поддерживает сегодня президент Российской Федерации. Мы, нам есть письма подписанные о передаче нам здания Талмуд Торы, сейчас решаются вопросы. Я, Андрич, ну, полагаю, что учитывая то, что памятные даты такие, как сегодня, да, они все здесь есть. На государственном уровне. И действительно, люди приходят, и не только евреи, не только крымчайки. Вы знаете, вот даже сегодняшний пример, ну, я понимаю, что был дождь, ужасная погода, но были сегодня представители, первые лица наши были, и замглавы республики Крым, который нам, замглавы, который нам зачитал адрес главы республики, и был зампостоянного представителя президента в Южно-Федеральном округе, и был первый заместитель Государственного Совета, были раввин, был представитель мусульманских общин, то есть, понимаете, люди пришли из различных национальных общин, то есть, люди были, мы прошли сегодня маршем живых, это уже вторая такая акция, а это делается в назидание, как бы, и призыв к современному и будущим поколениям, вот что очень важно. Ну, полагаю, что в скором времени это станет традицией, если уже не стало, если говорить в прошлом. Уже традиция. И тем более это важно сейчас, когда в мире возрождаются идеи нацизма, да, необходимо все-таки осмысливать события прошлого, нужно не просто помнить о прошлом, а четко осознавать, какие угрозы современному миру несут межнациональная рознь, расовая нетерпимость и пренебрежение к человеческому достоинству. Господа, я вас благодарю за беседу, зрители за внимание, увидимся завтра в этой же студии в прямом эфире программы «Вечер.Лайф». Редактор субтитров А.Семкин